Так, ну что, самый модный, самый красивый, мы пошли тусить, мы пошли тусить, мама, мам, помаши, мама кулак показывает, вот он говорит, что я вас прибью, когда домой придете, да, мама прибьет, мама жалуется, что попала в кадр, мама осваивает новую сумочку, как хорошо на улице, с рюкзаком, там айпад? Да, я платила в пакет, замотала в банк, чтобы не поцарапался. Сейчас чехол посмотрите. И как, что приобрели, припарковались в другом районе? Да, что ты подъешь на диване. Давайте я вам покажу двор, в котором я провел всю свою детство. Давай сидись. Ну что, готовы? Да. Зашли в магазин, перед рестораном, не выпейте. Цены, видите, какие везде, ничего такого нет, что они отличаются, мазик. В разуме не знает, сколько он в Москве стоит, ну ничего такого. А сколько у меня стоит? Без понятия, я его не покупал никогда в жизни, мне кажется, в Москве. Ну что, как настроение? Супер. Отлично, такой солнечный день, такую погодку. Великолепно, да? Великотес. Солнечный день, солнечный ты. Угу. Солнечные мы. Да. Видите, как прекрасно, жара реально. Цук градуса. Нахера, да? Ну давай по своим. Тридцать раз. Тридцать раз. Ну покажи, пять часов будет. Давай. Говорит, я в новой футболочке, я отключил камеру. В новой футболочке. Видишь, как тебе круто за этими рукавами вот так вот это делаешь. Да, очень. Видишь, модный парень. Да. Самый модный. Рюкзак. Заровский? Да. Надо оттереть, Тём. Да. Вот что-то здесь у тебя уже, это, 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 это. А, школьный это? Да. А что он летал? Да. Просто летает, да? Летающий чемодан. Я же еще с ним катаюсь. Да, Тёма, кстати, этот, на скейтах гоняет. Нет, на скейтах, самокаты. А как это, самокаты? Что там, мама потерялась? На кассе. Встретились случайно. Тёме укладку сделал? Да. Модный такой. Прекрасные жилые комплексы у них, видите? Когда этот комплекс только построился, он считался самым уникальным районом. В Красноярске во все. Что-то даже это. Ну, я в него уже пробирался. Пробирался? Ага. Что там делал? Ну, люди заходили. Потусить? Там пушку экстремально офигенная. Не, он тамбур вообще из-за покупался. У меня постоянно оттуда сторисы были. Пойдем, вот мама сейчас потеряется, заплачет. Ага, нас перекрыли. Да. Пойдем, пойдем. Весны 25 улица. Взлетка. Вот тут квартира огромная. Так. А это новые дома? Ну, как. Относительно чего? Ну, можно сказать и не новые. Красиво. Молодец, Красноярск развивается, просто расстраивается. А еще там новые жилые комплексы у нас строят. Еще круче будет. Смотрите, помните, как этот? Жилой комплекс арт. Тоже треугольниками. Ага. Тоже три башни. О, сядь, летник. Может, у нас никого нету? Давайте на летник сядем. Сядь. Вика, наш, ребята, срязанин. Сиди так, чай съешь? Да, за... Здравствуйте. О, как красиво. Это холодный. Здравствуйте. Это музыка. Вик, надо на веранду попроситься. Посмотрите, какой крутой у них ресторан здесь. Здрасте. Ой, прекрасно. Можно я посмотрю, кто-то из них поболен или нет? Сейчас отойдите. Хорошо, спасибо. Да, нам будет в диван сесть. Да. Может, нам еще кто подтянется? Кто? Не знаю, господи, по пьянке посмотрим. Ну, и они уже всем рады. Всех забег, не стесняйся. Скажи всем привет. Привет. Вы скучали? Скажи, ставьте лайк. Подписывай, ставьте колокольчики. Колокольчики, бубенцы. Хорошо здесь очень. Так комфортно. Вика, а что мы пить будем после моего больного горла? Пиво очень. Ты что, с ума сошла? С ума сошла? Нет. Вика с Темой говорят, что в этом ресторане были Орел и Решка. А кто были? Регина. Регина была здесь? Да. Действительно. Прикиньте. Чики-пики. Ну, реально очень крутое, прям стоящее заведение, прям крутое. Прям круто. А ты что, седший что ли? Возьми мой тем. Как потерял? На, мой палок. У меня что здесь палок, блин, тем, потому что чел лох. Спасибо, ты можешь посидеть, ты мой эфирал. Подожди, а что у тебя? Уже сел? Нет, у меня все 27 процентов. Мы к чему не будем. Это... Только сильно мой несет, да? Нет. Ну, 100 процентов. А то я останусь без связи потом. Ну, что ж, ждем официанта. А мы еще ничего не выбрали. Добро пожаловать в ресторанчик. Красноярск славится своими ресторанами. И это один из них. Знакомьтесь, Тунгуска. Ресторан Тёс в современном прочтении. В интерьере кругом натуральный камень и дерево. Я как будто в таежном лесу. Вик, ну что, давай выпьем за любовь. Выпьем за любовь. Давай залпом, Вик, залпом. Это как стакан об стол резко. Очень вкусное пиво. Оно со вкусом... Стэнл и Крик. Это... Это вишневое пиво. Это вишневое пиво. Почему она вам говорила? С нотками апельсина. Очень вкусно, реально, очень вкусно. Сейчас Тёма тебе тоже принесут. Пивас. Ика говорит, пойдём в туалет, тебе покажу в туалет. Да, 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 да. Знаете, понимаешь? Поэтому меня отец в настоящий не отводила. Прикольно уже. Ты будешь оторваться? Вот так. Я ни хера здесь не вижу. Ого. Вика, ты в женский пошла? Здесь и женский, и мужской. Так я ни хера не вижу. А, здесь всё, что ли? Прикиньте. А, вот. Я фонарь сейчас включил. Такие ручки. Вика, я только захожу в туалет. Я хочу показать стену. Смотрите, какая стена. Сука, как в музее. Реально, как в музее, блядь. Реально прикольно. Крутой туалет. Какой дизайн. Ой, как здесь хорошо. Тем, ты скучал? Кстати, Лёля, прикинь, только что заметила, что у меня 8 подписчиков на ютубе. Ну, видишь, какой ты молодец. Уже блогер почти. Так, ну что, мы решили пойти дальше. Нам хочется движа. Нам стало скучно сидеть там. Мы решили поехать в город, в центр. На моё любимое место, которое я вам говорил, на БКЗ. Вика подпела, уже идет в кадр, не боится. Осталось напоить маму. Вика, давай сделаем фотку, иди сюда. Я не верю тебе. Иди, фотка будет, иди. У меня глаза посят. Тем, ты тоже давай. Нет, я сейчас нажимаю фотку, видишь? Блин, мне гал. Вика, давай. Отлично. Где наш? Какой? 334. 334? Вот есть Мазерати, Мерседес. Мы на чём? А мы на Таюзе просто едем. Надо еще повезло, бывает, Лада. В смысле, Лада? Лада бывает. Серьезно? Тоже гугли. Знаешь? Знаешь, у меня с красным русским тут Майбахов нету. Как нету-то? Майбахов? Да есть у вас. У вас хера богатых здесь. Нет, у нас такси Майбахов нету. Ну такси понятно, окей. Просто Майбахи есть. Тут под дизельной парковкой дофига Майбахов. Фанатка Бридни Спирс была в детстве, а я был в группе стрелки. А где он? Позвони ему. А ты кипр, позвони. А ты сказала у Тунгуски? Да. Ребята, отойди из полоски, может быть он хочет проехать? Да. Очень современный стол Красноярска. Очень такой крутой, прям реально. Подумается, что я что-нибудь сделал. О, лошадь переходит дорогу, смотрите. Жеребенок он. Ресторан Тунгуска. Ну и где тут? Алло. Да, здравствуйте. Мы выступали в Тунгуске. Где вы? Вот такой, да? Ресторан Тунгуска. Да. Знаешь, все. Отлично. Ты не заколебал этой песней? Да, если вы дальше проезжаете и поворачиваете, получается, налево. Прямо ездим налево. Крутой ресторан, реально рекомендую. Прямо, не назад, а прямо. Ну, такой уровень, уровень прям. Как раз повернете. Че, Тём? Так очень страшно. На что? Трехуручка, он не может вообще включать. Так, ну что? Мы приехали. Вот он, большой концертный зал. Где раньше просто день через день выступали артисты. Про которые я вам рассказывал. Мы приехали на это место. А сейчас мы вообще никто не выступает. Пять баллов. Дика, ты где? Я какая-то мама гусь. Ха-ха-ха. Нам надо подняться наверх. Сейчас покажу вам реку, реку. Хенесей. Да, отлично. Что, в какую сторону? На ту, пойдём, там перейдём. Подожди, а ты не хочешь сначала перца пойти, или чё? или прогуляться сначала ты поела мне вывели это для всех кто этих я уже не знаю аббревиатур лет наверное 18 20 назад ходил бродил по этому мосту смотрел на вкз мечтал о москве ой боже сколько есть мысли было просто план побега из красноярска все это было здесь все мысли у меня приходили здесь поэтому не так дорого это место чем дорогие приятно находиться давай маму захлестни сумка самокатерская память самокатерская поршины летают где-то здесь у нас на даче где свалка находится далеко там очень много поршин я думаю откуда играет музыка спускаемся это енисей могучий енисей это когда прошло прошу раз когда к нам прилетал кюджета помнишь не было а вот я с тобой вот это у меня коллапсы и си лебеди вот это все это еще литяная вода да я трогала тут литяная вода Утки осваивают дрифт. Ну что, поймете дальше? Да. Класс. Так, мы поднялись снова наверх. А, подожди, не снова, мы здесь не поднимались. Сюда мы не заходили. О, как перевозят. Там, бывает, по 4-самоказу это везут. Эта арка, по-моему, горит вечером, подсвечивается. Эта арка, по-моему, подсвечивается вечером. Да. Да. Помню, помню. Татуарку строили при мне, я еще здесь жил. Да. Все-таки за этот год, да, покатит от него. Ну, за год нет, а вот за лет 15, да. Раньше это здание было заброшено много-много-много лет. И его, видите, реконструировали. Сверху был огромный шар. Это, по-моему, на 10-рублевых, на 10-рублевой вот этой купюре был этот дом в виде шара. Это такой заброшенный видишь, не видишь шара, а шаром наверху. По-моему, если я не ошибаюсь. Можете загуглить, посмотреть. Большой концертный зал, какой-нибудь там, какие-нибудь годы площадь. И вы увидите, какое это было здание. И оно просто, груди, просто десятки лет стояло заброшено. Десятки. Такая площадь, это музей имени Ленина впереди. В котором я тоже провел все свое детство, потому что у нас был такой единый билет. Был единый билет, и мы с друзьями. Единый билет задавался многодетным семьям, только детям из многодетных семей. И у меня у всех друзья были из многодетных семей, и у всех у нас были эти единые билеты. Потом мы, конечно, нашли выход, как их получать, даже когда нам их уже не выдавали. Мы их делали сами, мы находили корочки эти в школе, воровали. Вот, сами приклеивали эти фотографии, поставили печать, сами все подписывали. Короче, у кого более-менее красивый почерк, тот подписывал. И ходили бесплатно. То есть по этим билетам, по многодетным, единый билет он назывался. Можно было бесплатно ходить в музеи. Музеи, выставки, даже театры какие-то. Очень много всего было. Ну, кстати, это тоже забросили. Кого? Самсунг? Да, там раньше внутри все было. Да, кстати. А его там забросили. А сейчас открыли, еще какой-то рючек. А это раньше тоже забросили здание. Это был китайский... Вика, как это называется? Китай-город? Китай-город, да. И там одни китайцы были, знаете, как на рынке. Когда захочешь, понимаешь, баулы вот эти клетчатые. И в них много-много вещей. Они их продают, оттуда достают. Ты их меришь на картонке. Хотя это открытое здание. Ну, короче, такой прям рынок-рынок был. Всех выгнали, нахер китайцы, все это закрыли. Ты же корону? Нет, это давно сделали. Еще это корона, я здесь был уже. Все было закрыто. Так, а мы идем в перцы. Кстати, это кофе-холл. Крем-холл, как правильно. Тоже, кстати, прикольное заведение. Мы в нем с Викой были много раз. Это тоже какой-то выставочный центр. Да, мы тоже ходили по единым билетам. Куда, блядь, мы только не ходили. Женя, подожди теперь, я могу тебе ходить. Ну, это еще бомбичное. Давай. На веранду попроситься, если что? Я думала, что вы там зайдете. Проверь мне. Там, где я всегда успех. Вик, давай спорить. Вик, давай, если я сажусь... Давай еще. Вик, давай, если я сажусь на веранду, то ты оплачиваешь чек. Мама мне так же подскорила. Я говорю, давай, если спустимся вниз, то там будет. Все затоплено. Он говорит, да там ничего не будет затоплено. Я там была. Приходим, там все затоплено. В итоге она мне 50 рублей подскорила. Отдала хоть? Да, отдала. Зная маму, она может не отдать. Ну, это да. Она у меня уже сколько-то денег берема возвращает. Столько дверей, столько дверей. Здрасте. Можно на веранду? Да. А, точно. Вот мой любимый ресторанчик Перцы. Так он выглядит. Дизайн не менялся уже больше, наверное, 15 лет. Не меняется. Ну, прикольно. Я же говорю, что у меня всегда успех. Что, здесь дезервировано? Я знаю. Здрасте. Нам на троих куда-нибудь. Ага, благодарю. А вот, давайте здесь еще. Давай, садись. Я буду в туалет, Тем. Ну, давай. Так, мы пришли в Перцы. Здесь очень вкусная пицца. Есть маринара. Вот она, вот она. Это твоя любимая? 4 сыра? Да. Я люблю вот эту маринару. Вот это тоже. Где алкоголь-то? Причем, что ты будешь пить, есть? Я буду обычные, обычные сотни, плюс 4 сыра. 4 сыра будешь? Да. Сейчас мы будем выбирать. Мы решили поменять локацию. Вике, жарко там сидеть. Бабка старая. Короче, решили сесть в помещение. Ну, что ж, тоже неплохо. Главное, блядь, сумку не забыть. Наливайте. Наливайте. Так, что мы будем выпивать? Мы будем выпивать... Холодный чай. Виски с колой. Давай, что мы будем? Давай. Ну, наверное, пивас будем или что будем? Или виски-кола? Потом. Мы сейчас все перемешаем. Потом на лавочке, где у нас и подъезда. Что мы выбрали? Давай посмотрим, что вообще есть. Вариант. Вариант Б. Так. В общем, без варианта киски с колой либо пила. Да. Выбирай. Мы поменяли напитки. Мы взяли писки, кола. Ник, давай. Королева Тунцова. Николь говорит, блядь, Шень, мы сейчас намешаем напитки. Через пару бокалов, говорит, я буду у тебя ворвать камеру. Говорит, это мой влог. Всем привет. Я говорю, как в реальных пацанах. Она говорит, я еще камеру у тебя буду отнимать. Я думаю, что мы сейчас до лавочки доедем до дома. Рано, рано еще там появлялся. Полицейский. Мы заказали две пиццы, четыре сыра. Для учебы, да, тебе, Тём? Идеально. Ну, я так и думал. И мариналу еще заказали мою любимую. Мой любимую. Хорошо. Женя, я еще пока не готова ворвать тебе кофе. Ворваться в мир Ютуба? Да.